смотрите теперь мы настраиваем нашу на наше навигационное меню до ревью ревью это помните эти фильмы которые мы настроили как ну как ревью через стиль ревью когда вот ну туда мы отнесли весь форсаж когда вот такой стиле вам сейчас покажу вот таком стиле да ну это я для примера форсаж сюда поставил сюда можете определить фильмы какие-то популярные или непопулярные ну зависимости я для примера покажу как будет у меня он будет называться франшизы да допустим или блокбастер и в общем нам нужно в консоли перейти навести на внешний вид и выбрать кастомизация либо если вы на русском языке будет у вас панель то это настроить переходим и тут будет смотрите тут переходим во вкладку меню вот открываем вот это меню и вот видите ревью ревью ссылается на ваши все ревью то есть на карточки фильмов которые заполнены в этом стиле все что нужно сделать это поменять вот здесь название ну давайте франшизы на свои франшизы смотрите есть также ссылка movie архив вот новинки кино вот видите отлично сейчас кастомизировано сейчас посмотрим жанры 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 а вот еще и смотрите мне нужно нам нужно удалить из этого мини во первых вот этот ошибку 404 удаляем и нужно удалить еще поешь эксэмпл удалить теперь сохраняем изменения выходим отсюда смотрите давайте обновимся во второй вкладке у меня открыто прям открыт сайт они консоль пола мы обновляемся и значит здесь актерс то есть это вы это выбор актера видите здесь можно фильтровать их вот они актеры ну то есть как мы взять шаблоны актер шаблонных актеров не удалял поэтому и тут дальше идет идут те актеры которых я заявил ну в общем вам нужно просто изменить название этой странице на на 1 российская до заходим находясь консоли на заходим в page то есть страницы и вот страница актер наводим на эту страницу курсор мыши кликаем edit то есть редактировать вводим название актеры все те же сохраняем изменения все страницы теперь заходим фильтр актеры актер кира а тире z актер с а тире z и пробел и вну русский алфавит нужно добавить а тире я сохраняем а еще нет и вы тут не актер актеры вот так если вы можете актеров и на английском поставить тогда я не будете добавлять так все страницы а в общем смотрите а здесь делаем так актеры на теперь следующий а тире z дальше а тире я вводим на слово фильтр так давайте обновимся актеры так ну и так же видите все отлично дальше новинки актеры же это жанры также страница есть вот они жанры заходим сюда в режим редактирования и прям ставим жанры и сюда будут выгружаться жанры из из серии муви как мы заводили сохраняем изменения ну-ка давайте и вот видите все жанры выходят приключения да допустим и выходит но это вот который это для фильмов которые мы заводили в теле муви теперь давайте вернемся в консоль консоль здесь у нас здесь у нас давайте обновимся и вот смотрите все жанры мы открываем тут вот все на русском выходит можете добавлять жанры как это делать уже рассказывал л-ньюс это в общем как бы это последние фильмы последние 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 фильмы недавно добавлены грубо говоря также находясь консоли во все страницы л-ньюс режим редактирования я не сначала отображаются свежие а потом уже все остальные которые недавно были добавлять на я давно добавлены и но это категории кино можно сделать то так туда уже сюда уже выгружаются фильмы которые мы заводили в формате постов все страницы находясь консоли кликаем все страницы л-категорию обновляемся и получается у нас есть смотрите вот это ну контакт пейдж это контакты то есть мы берем все страницы контакт пейдж вот эдит это мы позже настроим так about давайте перейдем оба вот посмотрим что это за страниц но это вообще about это а кинотеатре а а вот здесь я на ее здесь нет ее нигде не видно поэтому ее можно добавить мы ее назовем об онлайн кинотеатре обновляемся вот страница про которая горилмовый постер паку за задавайте зайдем что я вам покажу здесь вы можете различные постеры на фильмы размещать заходим режим редактирования видите тут просто галерея выстраивается потом по подстроить и поставить и дабы добавить и но обычная галерея тут обычный текст и обновить давайте здесь обновим эти кино постеры тут все выделилось сразу все на русском языке так все страницы ну все пред а вот они у синема теперь давайте снова перейдем в режим настроить в меню наше меню и внизу выберем добавить меню пункт меню и здесь мы давайте выберем они у синема вот добавить варить она вниз добавилась для того чтобы его поднять наверх мы захватываем и просто перемещаем сначала сюда там сюда и самый верх про меня вам хочу рассказать видите некоторые пункты меню свет сдвинуты вправо сейчас я открою это вот например в мир на к на жанрах да вот жанры а вот и если мы кликаем сюда то вы выдвигаются дочерни имени вот если вы сдвигаете какой-то пункт меню по отношению к другому чуть-чуть правее то он становится дочерним ему появляется только при клике по родительскому сейчас выйдем и давайте посмотрим что же нам здесь обновимся и наймар так теперь что нам нужно на во первых теперь нужно вставить ссылки на социальные сети это делается вот здесь я вам покажу сейчас снова в глазах заходим настройки темы внизу социальные ссылки и вот здесь должны вставить вы ссылки переадресации на фейсбук копируете ссылку из адресной строки браузера возвращаетесь сюда и вставляете просто ну и решетку конечно удаляйте ну и в остальные также я везде фейсбук общем-то говоря по вставляю youtube да ну и 7 мая если вам нужно если вам нужны другие соцсети напишет напишите мне если вы будете настраивать для себя эту тему оформления и удойдете до этого пункта то напишите мне я вам бесплатно помогу добавить ваши русскоязычные социальные сети давайте сохраним изменения и нам нужно также еще на вновь бар зайти и сменить иконку да то есть сменить логотип также в описании к этому видео будет ссылка на сервис где вы можете онлайн сделать бесплатно логотип я вам покажу как это делается вы находясь на этом сервисе turbo logo кликаете создать логотип выбираете название на английской раскладке я ввожу cinema да выбираем сферу деятельности кино продолжить цвет бело-черный продолжить и здесь значит что мы можем выбрать его выбрать иконку какую-то можно кинотеатр по поиску кинотеатр можно вот такую камеру вставить и вот такой давайте смотрим логотипы выбираем смотрите что дальше буду делать здесь можете цвет шаблон шаблон меняется можете сверху иконку снизу название можете цвет поменять да у меня все устраивает вам дальше по вас попросят купить это все дело вы делаете print screen то есть копируете дальше я обычно запускаю paint обычный редактор который идет в системе windows бесплатно контур вы вставляю да здесь мы просто выделяем то есть вырезаем до вырезали файл создать следующий создаем документ такой же вставляю и теперь нужно сюда кликнуть на белое пространство и вот подтянуть все вот эти маркеры все теперь давайте сохраним как пнж закрываем теперь нужно уже открыть ну и в либо photoshop либо paint нет для нам нужно вырезать фон делать прозрачным все это дело так берем берем волшебную палочку и вырезаем фон она ведь выделился и дэвид все это удаляем так давайте мы сохраним его все таки но опять у нас формате пнж сохраним но уже в обычном да вот но нам ну у нас же два варианта это для черного фона а есть еще белый фон поэтому мы возвращаемся на наш вкладку создать логотип выбираем цвет и нам нужно поменять цвета значит задать цвет вручную здесь выбираем цвет название цвет фона белый название компании делаем черный слоган делаем черный но хотя его нету иконку делаем черным то есть для другого варианта да также делаем print screen также выбираем paint запускаем paint сейчас опущу его вставляем кто что мы print screen сделали вырезаем давайте создаем новый документ paint вставляем и давайте мы его сохраним как пнж только назовем уже его блога нижнее подчеркивание white вот называем его закрываем заходим в папку и white открыть с помощью paint нет берем также волшебную палочку и обрезаем все это дело все и сохраняем вам в общем в панели консоли редактирования во вкладке time setting нужно перейти в под вкладку navbar вот этот первый вариант это загружается для белого фона 2 вокруг варианта для черного фона давайте кликаем вам нужно удалить первый вариант и загружаю так выбираем первый с черными и здесь он давайте сначала сохраним изменения вот пожалуйста да но есть черный так и теперь давайте мы сделаем сюда загружим загрузим на первых удалим и загрузим другой вариант белый сохраняемся и давайте здесь обновляемся тут нормально да и вот видите и тут бывает что у нас без названия иконка но это я так понимаю для этого для мобильных смарт для смартфонов возможно давайте сделаем еще так добавляем имея специальная иконка хорошая вот ну да пускай так будет в общем вот так вот вы можете все это сделать а вот это тот вариант для другого фона да но также погрузим сейчас в общем вот так вот и меняется логотип так она фон навигацию мы с вами настроили соцсети настроили теперь нам нужно да кстати горе и шапку сайта мы с вами настроили теперь все что нужно это мы с вами должны настроить итак для начала я вам хочу показать еще одну штуку мы находясь консоли переходим внешний вид кастомизация то есть настройка темы я вам покажу еще кое-что приходите вот сайт сюда сайт идентификация сайта и вводите здесь название вашего онлайн кинотеатра то есть и нужно загрузить favicon ну тут можно вставить так на русском онлайн кинотеатр и нужно загрузить favicon favicon это иконка который будет отображаться во вкладке браузера возле названия вашего сайта также в поисковой выдаче рядом с названием вашего сайта кликаем сюда вот я выберу эту иконку иконку можете взять на сайте окон и айкон бирт ссылка на него будет в описании выходим на самом деле они у синема давайте сделаем по-другому мы неправильно поступили внешний вид кастомизация меню до меню и у тут они у синема давайте удалим на на здесь не нужно эта страница публикация и выходим давайте сейчас теперь посмотрим так отлично франшизы теперь нам нужно что сделать нам нужно подвал сайта настрой здесь есть внешний вид виджеты первое это описание смотрите вот здесь find use он видите написано здесь мы должны поставить с большой буквы мы соц сетях все все что нужно сделать меню это navigations меню мы ничего здесь не меняем футбар теперь фут футбар 1 открываем единственный виджет здесь давайте видео и вот тут все вот это удаляем текста ну-ка давайте в виду напишем лучший сохраняем изменения давайте обновимся на демонстрационном сайте и у синема лучший онлайн кинотеатр для вас так контакт теперь второй виджет зону открываем вот здесь контакта этот открываем здесь прописываем контакты теперь вот здесь переходим во вкладку текст гонерируем и где фон телефон здесь мы можем ввести телефон плюс семь восемь восемь восемьсот шестьсот пятьдесят четыре допустим до 1111 а здесь где email мы должны написать собака info . кому так вот адрес не нужен это лишнее удаляем и теперь вот здесь где телефон мы можем настроить такой функционал при котором при клике по номеру телефона будет происходить автоматический набор для этого вот 8 800 мы ставим так вот вот такую конструкцию так а а за его пределами закрываем вот так вот так а теперь внутри тега а после а мы ставим пробел прописываем шеф ставим но равно кавычки кавычки и здесь внутри кавычках мы вводим телл двоеточие и вводим формат телефона но в минус но в международно и вводим международный формат телефона плюс семь восемьсот шестьсот пятьдесят четыре одиннадцать одиннадцать а кстати вот тут тоже можно теперь давайте скопируем эту ссылочку и и вставляем ее через перед адресом электронной почты а за адресом электронной почты закрываем т.к. т.к. и точно так же но только у нас был здесь не т.л. а мэйл то это нужно для того чтобы при клике по имейлу у клиента производилась автоматическая генерация письма в которой мы можно ему нужно только вставить свой текст адреса то есть вы уже формируется то есть это для упрощения обратной связи и все что нужно сделать это вот скопировать этот адрес электронной почты и ставить вот сюда место телефона международном формате отлично сохраняем изменения давайте здесь обновимся отлично смотрите видите но отклоняемся и тут все отлично теперь обаут смотрите что мы делаем футер бар 3 открываем открываем обау в описании к этому видео по ссылке инструкция для ставки текста ну что как то так будет называться в общем давайте теперь на вы можете не только найти информацию интересующего вас фильме но и посмотреть его бесплатно но и посмотреть его вот так вот и многоточие вводим он ее cinema сохраняем изменения давайте посмотрим что у нас получилось обновляемся все как и вид как как вы можете видеть все вставилось footer bar 4 вот этот кредит и так нам нужно мы ему удалили вот эту копировать зону с рекламными ссылками и вот этот заголовок также мы должны удалить сохранить изменения ну вот ну не пол не создаются сайты просто так сайт нужен для зарабатывания да в данном случае вы можете на на какие-то эксклюзивные фильмы устанавливать платную подписку то есть сделать так чтобы подпит делать так чтобы фильм был недоступен для обычных пользователей должен был доступен лишь для платных пользователей которые оплатили подписку это можно сделать помощью следующих шагов вы устанавливаете кнопку например вот сюда и можно еще сюда поставить и меню кнопку при клике по кнопке вас переадресовывать на сервис по приему платежей клиент оплачивать подписку после чего ему на почту приходит письмо с его личным паролем и он заходит в пост в запись где он где у него будет запрашивать этот пароль он будет вводить данный пароль и в итоге ему будет открываться доступ также вы можете поставить закрытый доступ полностью на весь сайт у вас наверно мучает вопрос как это сделать для всех тех кто дойдет для всех тех кто настроить для себя такой сайт и дойдет дает до этого этапа то есть из кто вообще кто захочет для себя сделать такой функционал я всем вам помогу бесплатно вам все все что нужно сделать это написать мне на электронную почту или в соцконтакте я лично вместе с вами бесплатно поработаю и на либо вам покажу либо сниму видео лично для вас как это делается либо я сам это все настрою либо мы вместе с вами настроим поэтому если в вас заинтересует данный функционал вы просто напишите мне и я вам помогу также смотрите видите вот здесь вот эта иконка иконка это аватар личного кабинета личный кабинет пользователя то есть у обычного пользователя не будет этой иконки у вас же она будет в если вы захотите вот эту иконку изменить как у администратор вот наводите в консоли видите и дед мой май профайл то есть редактировать мой профайл и вот через функционал граватара выберем переустанавливайте эту иконку там не сложно вы разберетесь у нас есть страница контакты здесь у нас есть ваше имя ваш email тема и сообщения и кнопка отправить вам нужно значит находясь в консоли вот консоль да есть контакт вот контакт контакт и редактируем контактную форму здесь нужно чтобы вывели здесь прописываем ваше имя здесь ваш email здесь тема письма здесь вводим ваше сообщение и здесь мы кнопка на кнопки на сэн вместо сэнд вводим большими буквами отправить все теперь заходим совать и сохранимся здесь в мэйле вы должны ввести адрес электронной почты куда вам должно приходить письмо я веду свой адрес да получается здесь от здесь название от кого приходит письмо да можете указать любой ящик здесь и subject то есть те тема письма давайте ведем допустим new cinema это название сайта так и здесь from откуда subject ну то есть subject это ваш будет на быть написано тема вашего письма message body ну в общем давайте сохраним и посмотрим это же все я в режиме онлайн это все вместе с вами делаю давайте посмотрим что у нас из этого получится вот мы переходим в контакты ваше имя отправить название тут нас вот это название нужно поменять это делается вот здесь в месседже вот вот здесь вот все вот эти иностранные названия нужно менять ну то есть тут при удачной отправки при удачной но разберетесь тут через переводчик все сделайте эти обновимся все просто в общем же вам нужно вот все вот эти названия перри перевести на русский язык да друзья смотрите письмо не придет вам на почту вы потому что вы кое-что еще не настроили смотрите мы должны перейти вот в консоли в настройке мыши импортировали демо контент и у нас остановился как демо контент и поэтому установился шаблонный email мы должны сюда ввести свой email на который вы хотите получать на который вы хотите получать письмо вставили спускаемся вниз сохраняем изменения к вам на почту придет письмо в ссылкой кликайте по ссылке все но ваш ваш электронную почву ваши ваш электронный адрес привязался обновляем консоль и видите ваш email теперь делаем все то же самое в контакты обновляем страницу кликаем отправить после того как все вели пришло письмо ингмар так пришло письмо но нам нужно кое-что тут поменять во первых from давайте перейдем в контакт переходим в контактную форму в режиме редактирования mail ингмар да вот видите давайте ведем не ингмар а new cinema вот сюда в тело письма в нее cinema вот это можно удалить надпись или можете ставить что с этого сайта пришло сообщение сохраняемся давайте обновимся вводим снова все данные отправить уже с нее cinema пришло видите вам такой так ли имя от такого-то клиента получается его email тема письма но и цифры вставил просто и сообщение из такого-то ящик отправлен он то есть такого-то сайта правильное письмо все форма работает переходим на сайт давайте посмотрим теперь нам нужно с вами поменять некоторые английские названия на русские